посмотрите внимательно на эту фотографию вечернего волшебного города на ее примере попробуем разобраться как изобразить свет от искусственных источников и как отразить свет от мокрого асфальта мы будем писать картину маслом и вот цвета которые лежат на палитре в самом начале нашего городского путешествия это белило фиолетовое светлое ультрамарин оранжевый красное и желтое средний бирюзовая и голубая с вами на связи школа живописи ко 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 ее художник оля всем привет и конечно же приступим к творческому процессу не теряя ни минуточки первый этап это закрытие всей картинной плоскости одним тоном самой большой кистью которая есть в моем арсенале плоской большой кистью нужно уточнить я покрываю всю поверхность тонким слоем краски одного цвета это комбинация белил фиолетовой светлой и яркого красивого такого благородного ультрамарина в этот раз я тонирую основу фиолетово серым цветом средним тоном разведенным разбавителем так чтобы краска стала жидкой и прозрачной чтобы она хорошо покрывала весь мой арголит тонирование основы это лучшее мне кажется средство против такой распространенной вещи как боязнь белого листа белого холста на этой подготовительной стадии я использую как правило один или два цвета чтобы заполнить формат и чтобы следующие слои которые я наносила наносились не на пустой лист она готовую краску и давали уже какие-то общие смешения это будет круто для того чтобы добиться воздушной общей перспективы следующий этап для нас это будет набросок здесь мы не рисуем ничего кроме контуров которые помогут мне в дальнейшем понять как распределяются зоны света и зоны тени основа любого хорошего рисунка или картины как бы хорошо мы не выполнили штриховку или не нанесли бы цвет правильно переданная перспектива при изображении форм и верно созданная иллюзия глубины изображаемых объектов у всех форм и объектов которые мы рисуем на плоской поверхности на нашей картинной плоскости есть объем и место в пространстве по мере того как мы будем рассматривать их и располагать их формы на поверхности рисунка необходимо постараться представлять себе их расположение в пространстве чтобы точно передать образ объектов и они казались бы совершенно реальными должно создаться впечатление что эти объекты расположены глубоко в пространстве живописной композиции в этом и заключается истинная магия рисования и живописи создание иллюзии формы и глубины естественной игры света на плоской поверхности ну что ж рассмотрим наш фотореференс повнимательнее посмотрите в центр композиции вы увидите голубую точку это точка схода на которой соединяются все параллельные линии на наших зданиях и на дороге точка схода лежит на линии горизонта мы ее не видим однако мы можем представить где она приблизительно находится давайте мысленно доведем параллельные линии краев окон дверей дороги и крыш и посмотрите как они точно сходятся в одной точке давайте для наглядности посмотрим на пешеходный переход как идут параллельные линии на этом пешеходном переходе и убедитесь сами что они также подходят под наше правило и все параллельные линии уходят туда в точку схода этим правилам подчиняются и крыши домов так как фонари по обе стороны улицы я думаю находятся примерно на одном расстоянии от поверхности асфальта и они одной высоты они тоже будут уходить в одну точку по одной линии точку схода бывают совершенно разные типы перспектив на этом занятии мы рассматриваем перспективу с одной точкой схода но наши ученики уже знают и о других типах перспектив на них мы сегодня не будем заострять внимание а пойдем дальше вооружившись тонкой круглой кистью и белилами я разметила основные линии по моему тонированному листу согласно правилам перспективы которые мы с вами только что разобрали следующий уже третий этап большой на который я разделила написание этой картины называется подмалевок в своих видео я постоянно использую такие понятия как упростить детали и увидеть основные формы и сейчас вместе с вами попробуем разобраться в этом чтобы каждый из вас мог понять что же это все-таки такое посмотрим еще раз внимательно на нашу картину немного прищурим глаза и попытаемся увидеть средние тона без деталей и теперь попробуем все это дело перенести на нашу картинную плоскость начну я света неба и так как изначально мы решили что атмосфера моей картины будет такая вечерняя дождливая мой мокрый асфальт он зеркалит и это же небо но уже видоизмененным я отображаю на плоскости которая находится ниже уровня горизонта дальше продолжаю все делать точно также закрывая полностью все вокруг и внутри моей картинной плоскости я буду использовать свою основную палитру здесь у меня будут на свету оттенки асфальта и зданий такие оранжево-фиолетовые я делаю это для того чтобы потом мои фонарики когда светились казалось что это от них идет свет на здание и они тоже подсвечены также обратите внимание на то что на моей палитре сегодня совершенно нет сажи газовой черного цвета я буду точнее я попробую сегодня обойтись без него и самые темные оттенки на моей картине сегодня будут фиолетовые темно-фиолетовые и голубые темно-голубые обязательно постоянно смотрите на референс сравнивайте свою картину с референсом с фотографией прищурились посмотрели на картину прищурились посмотрели на референс наша шея нам дана для того чтобы мы ей крутили право-лево право-лево сравнили посмотрели что темнее сейчас что светлее всегда у нас идет работа всегда у нас идет вопрос какой-то на который мы пытаемся ответить, мы даем задачу нашему мозгу, и он отправляется в путь, чтобы решить ее. Стараемся играть с сочными, пастозными, жирными мазочками. Они создают такую богатливую и причудливую фактуру, и в живописном изображении присутствует ощущение жизни, которой, конечно, настолько нет фотографии. Хотя это может оказаться отличной темой для дискуссии, некоторые, я думаю, со мной не согласятся, и фотография тоже является замечательным инструментом в искусстве. Но сейчас мы с вами говорим о живописи, о свои комментарии. Вы можете оставить под этим видео, я с удовольствием прочитаю их и отвечу на интересующие вас вопросы. Подмалевок можно назвать по-другому, как заполняющие контуры. Изначально у нас была такая раскраска на закрытом формате, и теперь мы эту раскраску пытаемся раскрасить пятнышками. И двигаемся мы в эту сторону, пока полностью не закроем весь формат. Подмалевок вообще это не та стадия, на которой я стараюсь писать тщательно. Мне нужно только распределить участки света и тени большой широкой кистью, обмакнув ее в разбавленную краску. Я быстро намечаю контуры предметов. Затем продолжаю наносить слои, добавляя в краску все меньше разбавителя, так что темные участки становятся все темнее. Посмотрите, насколько мои темные части, неосвещенные части домов, они все темнее и темнее становятся. Чтобы осветлить, например, какой-то участок, если я его лишнее затемнила, я могу вычистить его тряпочкой или мастихином, чтобы начала просвечивать светлая основа. Подмалевок можно считать законченным, если, отступив на некоторое расстояние, я могу сказать, пора добавить настоящего цвета. Да и вообще старайтесь почаще отходить, вставать со стула и отходить на шаг, на два назад от своей работы, посмотреть на нее со стороны, поприщуриваться тоже, посмотреть, как работает свет и тень. И медленно, но верно, мы подступаем к изображению света на нашей работе. Это работа вечерняя, с миллионом разных источников света. Это свет из окон, это какие-то вывески, это автобус с машиной, с фарами включенными, это фары задние на машинах, которые уже уехали туда в точку схода, они тоже отражаются от мокрого асфальта. Это фонари, которые светят по обе стороны дороги, это какие-то витрины, которые тоже светятся, остановки. И в этой работе очень важно будет показать вот эти источники света, чтобы они не просто были нарисованы, а чтобы они излучали свет, чтобы они были как настоящие, чтобы нам казалось то, что эти фонарики по-настоящему излучают свет. И для этого я сейчас начала намечать их расположение в нашей творческой среде, где каждый фонарик находится. Вот для этого мне была нужна снизу перспективная сетка, которую мы изначально рисовали. Я по ней сейчас распределяю фонарики. Не забываем, что чем ближе предмет находится к нам, тем он больше. И, соответственно, чем дальше предмет находится от нас, тем он будет меньше. И следуя этому правилу, наши фонарики, которые к нам ближе находятся, они, посмотрите, какие крупненькие, и чем они туда в точку схода уходят, тем они становятся мельче, они излучают меньше света. Хотя, конечно же, они вообще-то одинаковые, просто находятся от нас на разном расстоянии. Этим мы подчеркиваем перспективу, то, как в глубину удаляются некоторые предметы. Смотрите, что я дальше делаю. Я, когда нарисовала фонари, поняла, что они недостаточно светятся там вдали, и мне нужно затемнить основу, на которой они нарисованы. Я прохожусь смесью голубого, синего, ультрамарина, фиолетового, темного, по вот этим теням, чтобы мои домики вдали казались еще более темными, и чтобы на темном мои фонарики засветились, чтобы они стали ярче. Пишу я свою картину параллельно. Я не начинаю вырисовывать какой-то один предмет, пока вся моя картина не готова. Я стараюсь, чтобы она проявлялась потихонечку, одновременно все части потихоньку становились более прорисованными. Помните тот серо-фиолетовый цвет, которым мы покрывали изначально нашу картинную плоскость, когда еще не было ничего нарисовано. Вот если бы этого не было, то наша картинка была бы из разных пятен состояла. А когда вот у нас была подложка, ведь масляная краска, она сохнет долго, и когда мы кисточкой вводим, по старым слоям нижние слои смешиваются с верхними, и вот получается такая общая какая-то масса, общий цвет, это, наверное, можно сравнить с фильтром в телефоне. Когда мы делаем фотографию, и, например, накладываем какой-то фильтр, там теплый, холодный, вот это общее, что становится, это общие цвета, которые подчеркиваются, которые обобщаются этим цветом новым. Вот и здесь то же самое. Тот цвет, который мы изначально нанесли, он как бы воедино собирает все наши оттенки, все наши пятнышки, все наши цвета. Источников света в природе, конечно, тоже бывает очень много, и мы об этом говорим на наших занятиях. Ученики наши, наверное, которые уже много смотрят нас на YouTube, или которые ходят к нам на очные занятия, или в онлайн-школу, они уже об этом, обо всем знают. И поэтому, если вы хотите более подробно на этом остановиться, вы тоже можете пройти к нам в группу ВКонтакте, записаться на наши занятия. Мы будем рады всем. Вам будет очень интересно у нас на занятиях, я думаю. И из уроков вы почерпнете очень много новой и полезной, что самое главное, информации. И пока я дальше продолжаю работать со своей картиной, хотела бы еще обратить ваше внимание на то, что мы на наших занятиях рисуем не с картинок, которые уже нарисовал за нас какой-то другой художник, а мы рисуем с фотореференсов. Это отличная практика для новичков и для тех, кто уже умеет рисовать. Очень интересно посмотреть на работы, которые получатся у вас, если вы рисуете вместе со мной. Ведь самое прекрасное в том, что наши работы у каждого будут совершенно разные. Моя картина не будет похожа на вашу, ваша не будет похожа еще на чью-либо картину. Мы каждый на занятиях формируем свой какой-то индивидуальный, фирменный стиль, как сказали бы дизайнеры. И это самое интересное, самое волшебное, что может происходить в живописи, когда мы не просто перерисовкой занимаемся, а мы еще прощупываем и нащупываем что-то собственное. Это так замечательно, когда вы можете сказать, выложить там картину и сказать, вот это я ее нарисовала, никто вам не скажет, что вы просто занимались перерисовкой. Здесь мы именно раскрываем все ваши таланты. Продолжая о нашей картине, о нашем вечернем городе, о вечерней улице, хотела бы сказать, что сейчас вы не видите, но я взяла в руки еще одну дополнительную палитру, чтобы смешивать на ней чистые оранжевые, красные и желтые оттенки для моих бликов, которые отражаются в мокром асфальте. И знаете, я бы хотела еще сказать, что сегодня, когда я рисую картину, у меня такое настроение, когда хочется прям побольше вот этих блестяшек, побольше отблесков сделать. И, наверное, нужно сказать, что даже я, если бы рисовала в разные дни одну и ту же картину, она, конечно, бы у меня получилась совершенно другая, потому что очень многое зависит от того, какой настрой у художника, что у него внутри находится. Ведь рисование, написание картины, кому как больше нравится, это такой процесс, который можно сравнить с диалогом художника и картины. Вот когда я пишу картину, я постоянно задаю себе вопрос, что я еще хочу изменить, что мне хочется передать, какое настроение я закладываю в эту картину, что я хочу, чтобы почувствовал зритель, когда посмотрит на мой этюд, на мою картинку. И сегодня это какое-то такое веселое, игривое настроение, когда хочется погрузиться в технику, похожую что-то, наверное, наподобие импаста, и такими широкими мазками показать движение на улице, что есть вещи, которые стоят на месте, это дома, это фонари, хотя они излучают свет, и свет тоже движется. Есть еще такие предметы, как машины, которые едут, пешеходы, что-то там происходит на этой шумной, красивой, светлой, освещенной и полной жизни улице. Вот это я хотела бы, наверное, показать. И каждый из вас, конечно же, должен прислушиваться к себе, что именно чувствуете вы, что хотите донести вы до зрителя, какие символы, например, вы хотите в эту картину заложить. Может быть, что-то только вы будете знать об этой картине, и когда вы будете смотреть на нее, возвращаться будете в тот момент, который предшествовал написанию данного этюда. Я сейчас смотрю на картину, и, может быть, даже я бы задалась вопросом, не хочется ли мне сделать улицу и дома в темных участках дома, не освещенных, более черными. Но когда у меня пошла работа оранжевого и сине-фиолетового, мне именно нравится глубина за счет фиолетовых темных оттенков. Черный, наверное, я вот сейчас решила, что уже добавлять точно не буду. Посмотрите скорее, как у меня появился слева автобус, и от него, от фар сейчас я показываю на асфальте, как идут блики. Блики идут перпендикулярно краю формата. Я хочу сказать о том, что блики не подчиняются законам перспективы, они вниз уходят. Свет фар у меня такой более светлый, более белый, может быть, немножко я подмешиваю к нему желтенького цвета, а вот оранжевые блики это уже от витрин, от каких-то фонарей, которые горят красным светом. Там много было, по-моему, на фотографии каких-то красных оттенков светофора, фонариков. А фонари, именно которые располагаются вдоль наших домов, они такого желто-оранжевого тоже оттенка. То есть самые желтые будут, желто-белые, это от фар встречных машин, автобуса и машинки, вот которые слева. А оранжевые больше располагаются по правой стороне. Композиционно это оправданно хорошо смотрится, с этой стороны больше такой теплоты оранжевым цветом, красным, а с этой стороны слевой белым и оранжевым и красным. Вот эта освещенная улица справа прям рефлексирует, рефлекс такой идет от домиков. Также темным цветом, самым темным, что есть, это без белил, смешанный синий, фиолетовый темный. Я показываю окна. Посмотрите, окна, да, у меня появились. Я их не прописываю. Основной сюжет у меня все-таки вот эта дорога, этот красивый, прикольный, мне прям нравится параллельно краю формата, пешеходный переход. Посмотрите, все линии разного цвета нарисованы, хотя мы знаем, естественно, наш мозг нам говорит о том, что вообще пешеходный переход, он белый, белые полоски, да, зебры. Но из-за того, что это вечерняя атмосфера, вот там у нас и какой-то бирюзовый оттенок подмешивается, и голубой, плюс еще эти отцветы наших источников света мелькают. Вот сейчас я смотрю на улицу, и она прям мокрая. Дорога прям мокрая. Она прям блестит. Вы видите это? Это просто волшебство какое-то происходит. Мы взяли кисточку и нарисовали мокрую улицу. Это круто, просто круто. Только художники могут это сделать. Поэтому, если вы рисуете, если вы находитесь в начале творческого пути, может быть, вы уже бывалый художник, я по-доброму очень рада разделить с вами момент такого художественного триумфа. Мне очень нравится эта работа. Я прям смотрю, и у меня глаза радуются, какая она получилась интересная. Она уже подходит к концу. Сейчас я тенью показываю где-то темные участки, где-то между бликов оранжевых, красных, бирюзовых. Хочется где-то тень добавить, чтобы еще больше глубину показать. Также под фонарями я прохожусь светлым вот этими линиями, чтобы показать, что свет от фонаря, он отражается от столба, и столб подсвечен рефлексом оранжевого или желтого теплого цвета. Хотелось бы сказать также большое спасибо за просмотр, за то, что вы уделили время и посмотрели, как я написала эту картину. Очень интересно посмотреть на работы ваши. Если вы рисовали, обязательно покажите вашу работу. Вместе пообсуждаем, посмотрим, скажу какие-то может быть вам дополнительные советы, дополнительную информацию. Вот. Также очень будет приятно, если вы нас поддержите лайком, репостом, чтобы побольше людей, которые ищут какую-то информацию по рисунку, по живописи, нашли нас. И может быть именно из-за вас связали свою жизнь с творчеством, с искусством, с чем-то тонким. Расскажите, пожалуйста, как вам такой формат? Непринужденный, когда я сижу рисую, рассказываю, болтаю с вами. Какие-то, может быть, если у вас остались неотвеченные вопросы по технике или по тому, что нужно первым рисовать, что нужно вторым рисовать, когда мы переходим к одному этапу, к другому, к деталировке может быть какой-то, я вам обязательно отвечу. Можете связаться с нами в группе ВКонтакте. Ссылка на контакт на наш будет в прикрепленном комментарии. И в прикрепленном комментарии, кстати, можно будет найти фотографию, фотореференс, из которого я рисую. Его я нашла на Пинтересте. Там я всегда в принципе нахожу какие-то фотографии, которые мне нравятся, сохраняю, а потом изображаю эти картинки на картинах. Сейчас идет этап детализации. Здесь важно не перестараться и успокоиться и остановиться на нужном месте, потому что можно нарисовать столько деталей, что это уже будет совсем что-то другое. Теперь я взяла мастихин в руки. Мастихином я сейчас придам движение моей воде на асфальте. Мастихинов очень большое количество разных и техник по мастихинам тоже очень много разных. Если вам интересно более подробно поговорить о мастихине, вы тоже можете проваливаться к нам в группу ВКонтакте, найти уроки по мастихинам. А мы продолжаем дальше. Я вот тоненькой кисточкой сейчас какие-то маленькие мазочки детали света, тени. Здесь на этом этапе надо почаще отходить от картины назад. Встали, шаг назад сделали, убедились в том, что действительно нам необходимо что-то где-то прорисовать. Если нет, то мы останавливаемся. Если мы в чем-то уверены, что нужно еще что-то добавить, то, конечно же, добавляем. Ну, а мое прорисование подходит к концу. Немножко сев голос, пока я озвучивала. Надеюсь, что вам все понравилось. Еще раз хочу сказать спасибо вам за просмотр, спасибо за то, что рисуете вместе со мной. Может быть, даже кто-то не рисует, а просто смотрит. Нам тоже это очень приятно. За окном сейчас становится холодно. Каждое утро просыпаешься и не хочется вылазить из кроватки. Все холоднее и холоднее. И вот в такую погоду в осеннюю я нарисовала этот этюд с мокрым асфальтом. с дождливой улицей вечерней, со светом струящимся и проникающим во все части нашей картины. Надеюсь, что я кому-то объяснила какую-то вещь, которую вы давно не могли понять. Что-то вы почерпнули нового из этого видео. Жду вас в следующих видео, мои юные художники. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok